Доброе ранец Беларусь, доброе утро, страна Ольга Венская, Нина Можейко. Мы желаем вам приятного пробуждения этим летним утром на календаре среда 22 июня. День действительно особенный, и по этому поводу у нас особый тематический эфир. Доброе ранец Беларусь, и с нами на связи прямо сейчас город Брест, Брестская крепость, и наши коллеги Анна Квилори и Марьяна Баренкова. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Нина, Оля, доброе утро. Добрые ранец Беларусь. Мы действительно находимся по-прежнему в Брестской крепости. Люди продолжают идти и идти сюда. Все склоняют голову вечного огня и у монумента мужества. Да, мне кажется, полбеларусь сегодня собралась. Не только Беларусь, а на территории Брестской крепости, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. Одним из самых полномасштабных событий и зрелищных событий сегодняшнего утра стала реконструкция эпизодов обороны Брестской крепости, которая началась в 5 утра. Да, и мы хотим вас познакомить с организатором этой реконструкции, руководителем военно-исторического клуба «Гарнизон», а также директором областного центра молодежи Виталием Ивановым. Доброе утро. Виктором Ивановым, прошу прощения. Доброе. Конечно, мы чуть-чуть захватили эту реконструкцию, которая проходила сегодня на Кобринском укреплении. Расскажите, пожалуйста, о каких конкретно событиях вы рассказывали, ну, собственно, и какие конкретно события вы показывали. Наша уже 11-я реконструкция – это всегда эпизоды, именно исторические обороны Брестской крепости. Начинается все с обороны пограничной заставы. Сегодня это было заставами Кижеватова и часть эпизодов других пограничных застав, которые находились на территории Брестской области. Это оборона Восточного форта Петра Михайловича Гаврилова. Это прорыв Самвела Матьевасяна. У нас в реконструкции принимала участие бронетехника, бронеавтомобили. Также танки, танк Т-3 с немецкой стороны. Мы видели, как летали самолеты. Также был самолет, который, так скажем, реконструировал немецкую сторону, то есть сбрасывал диверсантов, сбрасывал арестовки, сбрасывал авиационные бомбы. И одним из эпизодов был тот страшный взрыв, который на Восточный форт, двухтонная бомба, которую прозвали Сатана, во всем городе Бресте были выбиты окна. И страшные были события, конечно, здесь в предстоящей крепости, поэтому мы пытаемся показать такой живой истории вот эти события, и чтобы люди прониклись и посмотрели, что, конечно, нам надо стремиться к сохранению мира, к действиям и к работе по сохранению мира. И то, что слова «лишь бы не было войны», это действительно большие слова. К этому нужно стремиться. Хотелось бы у вас уточнить, вот вы сами сказали, что эта реконструкция прошла уже в одиннадцатый раз. Но чем она отличается? Я знаю, что меньшее количество человек участвует, но все равно это огромное количество, 300. Да, у нас разные площадки. Ну, уже на протяжении более пяти лет мы работаем на площадке Кобринского укрепления Брестской крепости. Реконструкция отличается тем, что она именно аутентична, именно в то время, на том месте. То есть вот около, так скажем, Казимата-Гаврилова и внешнего вала Западного форта. Первую реконструкцию мы проводили в Западном форту, где дислоцировался 125-й стрелковый полк Брестской крепости. Вообще, наш военно-исторический клуб, он реконструирует 125-й стрелковый полк, который находился на Кобринском укреплении. Это одно из воинских подразделений Брестской крепости, которое удалось организованно выйти через северо-западные ворота Брестской крепости и отступать с боями до города Кобрин. Часть подразделений сражалась здесь, на Кобринском укреплении. И вот там сейчас находится наше учреждение, молодежный патриотический центр. Именно в тех казармах, где находился 125-й стрелковый полк. Я знаю, что порядка семи стран участвуют в этой конструкции сегодня. Да, у нас география очень широкая. Это и представители Китая, Японии, Литвы, Латвии, Эстонии, Российской Федерации. Много представителей из нашей страны. У нас исторически уже так сложилось, что стремятся люди на мероприятия. И в отдельные годы у нас было более 500 участников. Я знаю, что не только стремятся участвовать, но еще и очень много зрителей было. Больше 10 тысяч, по предварительным оценкам, зрителей сегодня было. Да, помимо официальных делегаций, вы знаете, что в Бресте сейчас поезд памяти из Российской Федерации, и нашей страны, также были делегации различных представителей патриотических организаций международных. И, ну, я скажу так, что весь внешний вал западного форта был заполнен людьми. И были такие моменты, когда вот у нас есть там момент такой, когда сдача в плен мирных членов семей командиров, мирных женщин, потому что в Брестской крепости участь приняли и гражданские, вот, и погибло очень много гражданских. То, конечно, молчание такое, несмотря на то, что 10 тысячи находятся людей, но тишина стоит. Потому что, когда вот эти живые сцены, люди там, ну, не сдерживают слез. И, ну, действительно, это такой трогательный момент. Спасибо вам большое за этот рассказ. Дорогие друзья, мы напоминаем, что в гостях у нас был, из очередного включения из Брестской крепости, Виктор Иванов, организатор военно-исторической реконструкции, директор молодежного центра творчества областного. Ну, а мы передаем слово Минску. Да, мы благодарим наших коллег, Анна Квилория, Марьяна Муренкова, были на прямой связи со студией Добройницы Беларуси с Брестской крепости. Кстати, у военно-исторического клуба «Гарнизон» действительно очень символичный девиз. Изучая историю своего отечества, чтобы не забывать прошлое, понимать настоящее и лучше видеть будущее. Ну, и кажется, этот девиз должен, в принципе, быть у любого белоруса таковым, потому что, действительно, сила в правде и сила в памяти, это уж точно.